Всем привет, меня зовут Алекс, это канал AlexKinderToys. Ну вот, наконец-то я вернулся из отпуска, отдохнул отлично. Пора снимать классные ролики. Сегодня всеми любимый сюрприз-микс. Лол Хэйр Голл, вторая серия, Юмику Гука Боб, Фанкомистери Минис Мандалорец, Рыцари Ливонского Ордена, Лапусики и другие. Будет интересно. Ставь лайк и поехали. Но вначале хочу рассказать вам о канале Гордюшины Историй. Это детский развлекательный канал Папа с Сыном. Там вы найдете много разных смешных тематических роликов, веселые истории, челленджи, игры и влоги из жизни. А для самых смелых зрителей есть даже страшные выпуски. В свои видео они вкладывают душу, в каждом ролике есть свой скрытый смысл, смешные шутки и позитивная атмосфера. Проходите по ссылке на канал Гордюшины Истории, подписывайтесь и получайте заряд позитивной энергии и хорошего настроения. Начнем с пластикового яйца Лапусики. Внутри большой багелик дрожжа. Кладыш положили. Сил коллекции, как мы видим, 8 игрушек. По-моему, это старая серия с новой обложкой. Носорог Рожка, рыся, это, наверное, рысь, лев Лёва, малышка-обезьянка, косолапик Мишка, хвостик-зайчик, добряк-бегемот и сафарик-слон. Хотелось бы найти вот этого хвостика. Но мне попался Мишка-косолапик. И действительно, смотрим на его лапки и видим, что он немного косолап. Да и мордочка у него кривовато. Жуткие глазки выпучены вперед. Жалко, что игрушка однотонная. Пластиковая голова не крутится, ничего не двигается. Но, в принципе, смотрится прикольно. Щоб их раскрасили, было бы вообще супер. Киндер-сюрприз на Тунс. Такая игрушка у меня уже есть. Всё в коллекции, 21 фигурка. Очередная антилопа гну. Куда-то целеустремлённо вышагивает, таща за спиной вот такой травяной холмик. У меня они очень часто попадаются. Можно уже антилопную ферму открывать. Игрушка пластиковая. В этом холмике травяном скрываются колёсики. Колёсико крутится, и антилопа начинает скакать. Пакетик троллей, вторая серия, от Hasbro. Ух, какие волосы торчат из пакета. Кто-то мохнатый. Всё в коллекции 12 троллей. Шесть с одной стороны, и шесть с другой. Пушистик самый классный. Радостная девочка-тролль оранжевого цвета, с фиолетовыми волосами. Волосы, конечно, растрепались. Ну, давайте попробуем улучшить ситуацию. Можно этому троллю разные прически делать. Под цвет волос, одел себе платьица. Так, мне нужны фанаты троллей. Как зовут эту троллиху? Напишите в комментариях. Я что-то никак не могу её вспомнить. Качество игрушки отличное. А дальше у нас будет чудо-сюрприз в пластиковом яйце. А вот и чудо. Ну, надеюсь, что чудо будет. Лови сюрприз. Так. Огромное количество маленьких наклеек. Коляска. Уточка резиновая. Одежда, соска, погремушка. Целый набор для младенца. И вот такая фигурка. Похоже, это уточка. Только она какая-то странная. Разве у уточек есть вот такие уши, как у медведей? А может, это утконос из Австралии? Я что-то не помню, как он выглядит. Или это утка-медведь? Как вы думаете? Кто это? Напишите в комментариях. Нравится мне, как сделана у него шорстка. В принципе, качество игрушки неплохое. Покраска тоже на уровне. Но что за зверь, непонятно. Да и вкладыш в севицы отсутствует. Интересно, сколько игрушек в этой коллекции. А теперь давайте откроем интересную коробочку. Рыцари. Ливонский орден. Внутри у нас пакетик с цукатами. Довольно большой вкладыш. И здесь вот такие классные фигурки рыцарей. К сожалению, вкладыш на английском. Коллекция немаленькая. Не опался мейстер. Есть даже название на подставке. Мейстер это по-нашему мастер. Скорее всего, это мастер владения мечом. Вот и меч у него присутствует. Правда, он какой-то выгнутый. Фигурка металлическая. Но вот качество меня не радует. Смотрите, лицо вообще не видно. Щит тоже так себе сделан. Такое чувство, что эту игрушку сделали очень давно. И она где-то в земле пролежала. Многие года. Теперь мы её раскопали. И вот что от неё осталось. Смотрите, как подставка тоже сделана ужасно. Эх, а могла бы получиться отличная коллекция. А следующим мы откроем вот такой кубик Юми. Губка Боб, квадратные штаны. Ух ты, внутри какая-то сладость. Со вкусом манго. Это похоже мармеладка. Мармеладки я люблю. Так, в коллекции у нас есть. Белка Сэнди, Сквидвард, Патрик, Мистер Крафт. И четыре разных губки Боба. Дракула, Ковбой, Обычный и Футболист. Сейчас как раз в тему будет Футболист. Ведь проходит чемпионат Европы по футболу. И он мне как раз и попался. Губка Боб усиленно играет с мячом. Правда, вот мячик какой-то маленький. Должен быть побольше. И он, похоже, прилип к ноге Буке. Или ногу ему даже смял. Этот ботинок нормально. А этот подмялся. Губка Боб не очень любит спорт. Поэтому очень устал. Хотя, возможно, он высунул язык, чтобы получше прицелиться поворотом. Прикольно, что у фигурки гнутся лапки. Главное не отломать. Качество мне нравится. Дырочки есть, как в сыре. Покрашено всё отлично. Интересно, в форме какой сборной он играет? Китс Бокс Май Литл Пони. Попался резиновый брелок. Очень большого размера. Можно на ключи повесить. И здесь у нас Флаттершай. Производитель Хасбро. Или это лицензия от Хасбро. Ведь сюрпризы от Конфитрейда. Брелок можно гнуть. Во все стороны. Я уже эту коллекцию полностью собрал. А дальше интересная коробочка фанка Мистери Миннис. По сериалу Мандалорец. Звёздные войны. Всего в этой коллекции 12 фигурок. Они различаются по степени редкости. Вот эти, например, частые. Попадаются в каждой шестой коробочке. А вот самая редкая. В каждой 36. Их даже две таких редких. Кто у нас тут есть? Конечно же, главный герой. Мандалорец. А вот этот Грогу. В простонародье маленький Йода. Ещё один Мандалорец с Грогу под мышкой. Это у нас Карадюн. Вот этот парень Грида Карга. Грогу ещё один. Их тут целых три. Этот Куилл. А вот этого я не помню. Кто знает, напишите в комментариях. Что за красно-белый чувачок? Похож на штурмовика. Это ИДЖи-11. Опять Грогу. Вот этот Мов Гидеон. И вроде бы ещё один Мандалорец. Давайте быстрее откроем. Я бы хотел маленького Йода найти. Или Мандалорца. Кто хочет, тот всегда находит. Вот он, главный герой телесериала Мандалорец. Это игрушка-башкаотряс. Забавно у него шлем трясётся. Сама фигурка пластиковая. Есть огромная подставка с логотипом Star Wars. В одной руке Мандалорец держит пистолет. А за спиной у него целое ружьё. Плащ удобный. От пыли защищает. И, конечно же, доспехи. Тут патроны на ремне. Различные отделения для ништяков. Качество фигурки отлично. Шлем, конечно, вообще мощный. Даже блестит весь. Эта довольно частая фигурка попадается в каждой шестой коробочке. Kinder Joy Infinimix. Можно уже сказать, раритетная серия. Что-то зелёненькое попалось. А, это девочки играют со своими попугайчиками. Красный попугайчик сидит на специальной подставке. То ли это дерево, то ли просто такая декоративная подставка для попугаев. Здесь, кстати, есть ещё два отверстия. Можно насобирать попугаев и сюда их насажать. А на вкладыше мы видим, что этот попугай соединяется ещё с обезьяной. Ведь это серия игрушки-конструкторы. У меня остался последний сюрприз, самый большой. Это Лол Хэйр Голлс, вторая серия. Огромная капсула. Здесь нам обещают 15 сюрпризов. Это здорово. Как отлично перфорация в этот раз оторвалась. Такое случается у меня очень редко. Так, где ещё тут перфорация? Что-то выпало снизу. А выпала у нас вот такая крышка картонная. Инструкция. И сердечко. Это не просто сердечко, а зеркало. Но это всё пока не очень интересно. Так, откроем крышку. И тут шуршающий пакетик. А в пакетике вот такая ручка с цепочкой. Прицепляем и таскаем с собой этот большой баллон. И есть вот такая подставка для куклы. Что тут ещё можно отломать? Колпачок снимается. И шуршающий пакетик очередной. Ой, сколько много тут всякого. Шляпка резиновая с полями. Это, похоже, заколки для волос. Резиночки. То есть не заколки, а резиночки для волос. С бантиками. Две молнии. Неужели мне Пикачу попался? Было бы круто. Ещё микотик. Здесь у нас платье. Это даже не платье, а, наверное, целый плащ. И два сапога прозрачных. Судя по размеру, куколка толстенькая. Открываем теперь эту капсулу. Удобно. Дверки сделаны прозрачные. Они, кстати, ещё блёстками покрыты. Здесь мы видим вкладыш. Кто-то в домике. И два бигуди. Так, ещё что-то выпало. Куда же столько всего? Загадка. Две девчонки плюс косметика. Получится салон красоты, я думаю. А тут написано BFF Make Cover. Ну, примерно то же самое. Вот такие наклейки с бантиками. Ну и, конечно, вкладыш. Коллекция-то небольшая. Всего девять куколок. Ретро-клуб. Дальше у нас идёт театральный клуб. Вот это прикольно. Одноглазая пиратка. Эй-эй. А это у нас глиттерная куколка. Star Queen. Звёздная королева. Дальше идёт Sleepover Club. Вот, кстати, и бигуди у неё на голове. Вот такие, похоже, используют. Opposite Club. О, теперь я знаю, кто нам попался. Rain Cutie. По одежде я сразу угадал. И ещё есть Nom Club. Так, давайте посмотрим. Розовое сердечко. Куколка-то ультраредкая. Алексу, как обычно, повезло. Вроде всё рассмотрели. Теперь давайте доставать куклу. Тут она какая-то маленькая. Как будто кукла с саркофаги. Так. Вот такая мохнатая кукла. Нам уже одна мохнатая сегодня попадалась. Кстати, у них цвет волос похожий. Сегодня выпуск фиолетовых мохнатых кукол. Очень красивый окрас. Не только фиолетовая, но и светлые. Мини-фиолетовые волосы у неё. Здесь локоны маленько выбились. Или это так задумано? Чтобы спрятать один глазик и смотреть так. Заманчиво. Прикольные у неё серёжки в виде молний. А я думал, мне Пикачу попадётся. Но ничего, эта кукла мне тоже нравится. Ручки у куклы двигаются. Ножки тоже шевелятся. А вот голова не вращается. Неплохой макияж у куколки. В принципе, мне фигурка нравится. Да и редко, кстати, попадаются куклы Лол, которые не нравятся. Сделан не более-менее качественно. Теперь надо узнать, что эта кукла может делать. Кстати, забыл я про бегуди. В них же тоже что-то лежит. Очередной шуршунчик. Здесь гребешок, чтобы расчёсывать нашу куклу. Следующая бегудюшка. А здесь по-любому должна быть бутылочка для воды. Точно. Смотрите, какая она стильная. Мне очень нравится. Настало время экспериментов. Тут у нас холодная вода со льдом. Тут горячая. Тут горячая, не сильно горячая. Берём куклу. Волосы аккуратно вверх поднимаем. Чтобы не замочить. И опускаем в холодную. Мне кажется, её костюмчик потемнел. И даже потёп... О, смотрите! Как интересно! Тёплым пальцем проводишь, и всё стирается. Так, давайте её сначала нагреем тогда. Розовый сверлый костюмчик. Опускаем в холодную. И видим, что он чернеет. И даже образуются потёки. Ну, такое себе. Как будто кукла в какую-то грязь залезла. Опускаем в тёплую воду. И она снова посветлела. А вот так кукла выглядит, принарядившись. Вообще, костюм похож на дождевик. Сапоги резиновые, плащ и кепка. В таком костюме очень хорошо гулять под дождём. Правда, вот волосы намокнут. Надо их тоже куда-то спрятать. А вот так кукла похожа на тролля Пушистика. А при помощи специальной подставки, куклу легко можно расположить в баллоне. Закрыть шторки. И поставить на полочку. Захотели полюбоваться? Открыли. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне понравились Кукла Лол Рейн Кьюти, Губка Боб Футболист и Мандалорец. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пищику. Со сладостями.